итак у нас сегодня интересный ремонт ремонт печально известного блендера bosch эргомикс постоянная проблема с ножкой не ремонтируется начинает во первых вот здесь разбалтываться сильно а во вторых вот здесь разбивается гнездо и он уже даже если соединяется не крутит эту часть потому что здесь не захватывает тут такие два лепестка здесь она разболталась и он теперь просто вращается вокруг но ремонтироваться он может значит для того чтобы не болталась вот здесь эта штука в тисках здесь ровно посредине есть пластиковая ну такая типа подшипника он не разборной долезть до него никак но если его под поджать в тисках то вот он пожалуйста уже теперь сильно телепался уже не телепается вообще крутится плотновато конечно но будет но но жить будет что еще необходимо сделать необходимо восстановить вот здесь но посадочное место будем это делать в несколько этапах с помощью эпоксидной смолы значит смазываем вот эту часть она туда входит есть почему вот в несколько этапов если за один этап она может обхватить полностью и тогда работать будет но вытаскиваться не будет может обхватить с обоих сторон лепестки поэтому что необходимо сделать здесь обезжирить и заливаем немного эпоксидной смолы здесь смазываем смазкой например силиконовой для того чтобы не прилипла к эпоксидке и тогда есть шанс что он будет разъединяться в принципе может и не разъединяться уже ремонт все равно последний раз поэтому что делаем берем растворитель это вот шестьсот сорок седьмой макаем маткой и тут хорошо обезжириваем все очень просто просто обезжириваем там и так туда все попадало поэтому она там не круглая поэтому в принципе эпоксидка держаться там будет осталась там водка растворилась здесь хорошо обезжириваем а второй частью водки смазываем жиром здесь в середине для того чтобы она не прилипла к эпоксидной смоле собственно и все теперь замешиваем эпоксидку она может быть любой я использую эпокси металл 9905 не очень удобный быстро схватывается много не набираю посмотрю сначала немного залью туда почему немного и как я уже сказал чтобы там ушки такие с двух сторон если эпоксидка еще из обратной стороны ушки зальет то я не смогу разъединить поэтому сначала одну часть потом вторую и так и буду стараться разъединять ну вы уж простите так получилось у меня что я прямо мобильным телефоном снимаю все теперь закладываю это в середину и до застывания засовываю оно там распределиться этого будет конечно же мало ну с какого-то там раза простите опять закрывая пальцем с раза второго третьего и все и теперь соединяем и ждем застывания так будет первый раз и так эпоксидка уже застыла правда прошло час буквально с полное застывание 24 часа но уже разъедните его не могу все таки она прихватила и будет не съемно в общем то она сниматься просто для хранения для перевозки а так пусть и остается но уже все работает включаю вот это turbo все работает поэтому вот таким простым способом можно ремонтировать ремонтировать такую хороший блендер но проблемный очень быстро эффективно в принципе если он еще раз разобьется можно снова залить туда эпоксидки но думаю что в этот раз уже будет все насмерть потому что я даже разъединить не могу пытался не получается и так повторяйте подписывайтесь на канал простой ремонт такой техники но и не только такой сейчас вот занимаюсь ремонтом завесов в ноутбуке сложная проблема но и другая бытовая техника все можете увидеть на моем канале всего доброго увидимся на канале